Фитосанитарное состояние посевов, сельскохозяйственных культур, оно в 2020 году выглядит как показатель среднегодовой. Никаких особых изъянов и особых всплесков заболеваний мы не отслеживали на территории Ростовской области. Все-таки заболевания у нас, в основном, когда мы ведем об этом речь, в основном ведется о зерновых культурах. На других культурах, как правило, они незначительны на их площади, это овощные и картофель. Там уже очень четко отработана технология применения средств защиты нашими сверхостоваропроизводителями именно этих культур. Они массированным применением средств защиты совершенно спокойно удерживают инфекционный фон на этих культурах в рамках, которые позволяют выращивать более-менее стабильные урожаи. Из зерновых культур у нас самая важная культура – это азимая пшеница, стратегическая. За последние пять лет у нас единственный был момент, когда на востоке области, это Орловский район, Пролетарский частично, там была ржавчина. Большая вспышка на больших территориях. Бурая ржавчина была. Мы проанализировали и сделали вывод, что это было все-таки связано с завезением группы сортов, нетипичных для тех условий. То есть там завезли краснодарские сорта, которые были выращены для… во-первых, выведены в условиях краснодарского края и предназначены для выращивания на другом почвенном составе, в других почвенно-климатических условиях, нежели там. Поэтому, ну, были массированы, применены тогда фунгициды, сельхозтовропроизводители, конечно, часть урожая потеряли, но справились с той ситуацией. По фитосанитарному состоянию посевов озимых зерновых культур, состояние тоже среднестабильное. Сельхозтовропроизводители, выращивающие эту культуру в тех регионах, где все-таки и влажность воздуха повыше, и влажность почвы позволяет получать высокие урожаи. Они тоже уже научились применять фунгициды, это препараты защитного действия. Некоторые сельхозтовропроизводители применяют их, эти препараты, уже не проводя даже фитоэкспертизы растительных проб, то есть профилактические обработки проводят. Поэтому фитопатологическая ситуация с зерновыми культурами на территории Ростовской области на сегодняшний день, она стабильная, без каких-то там отдельных жестких моментов. Насколько, на Ваш взгляд, есть серьезная проблематика в накоплении патогенов при разложении или неразложении растительных остатков? Тут есть какие-то осложнения? Ну, это общеизвестные моменты, да, еще из учебников первого курса. Вот понятно, что теория, что большая часть заболеваний, передающихся на растения, она находится в почве. Порядка 60% инфекционного фона, от которого происходит заражение сельхозкульным, ну, проростков, допустим, там, какой-то культуры, она находится в почве. То есть, такой способ агротехнологический, как протравливание семян, предусматривает нанесение на поверхность зерна какого-то химического препарата, который бы позволил при прорастании зерна, ну, то есть, проростка из зерна, находясь в почве, да, он как бы предохраняет его от заражения. Вместе с тем, все патогены попадают, опять же, в почву с растительными остатками. Даже если не заделывать туда эти растительные остатки, все равно идет промыв, смыв, то есть, весь инфекционный фон, практически весь, он находится в почве. Знаете, есть такой способ, вот существует такой прием, как фитоопатологическая экспертиза семян. Это берутся семена, проращиваются на фильтровальной, во влажной среде, и с помощью микроскопов определяется наличие заболевания на зерне. Так вот, этот способ очень трудоемкий, но в то же время он дает более ясную, четкую картину. Его применяют в некоторых случаях, берут семена, ну, из партии семян, средний образец, и берут почву с того поля, условно говоря, или с того массива, а среднюю навеску, которой предстоит выращивать эти семена, ну, высевать в эту почву. И вот в этой почве проращиваются семена не на мокрой бумаге, а вот именно в той почве, в которой, и вот там уже тогда проявляется более такая объективная картина, что мы имеем, какой инфекционный фон в почве, и вот тогда уже подбор препаратов для протравливания семян более точечно и более, так сказать, продуктивное будет воздействие. В почве у нас находятся патогены микологические, это грибы, да, патогены, и микробиологические, это бактерии, которые составляют тоже, как бы, агрессивную среду, вызывают ряд заболеваний, но вместе с тем в почве находятся и положительные, так скажем, и грибы, и бактерии, которые как раз, вот Ольга Георгиевна сказала, которые как раз участвуют в деструкции растительных остатков, то есть они ее с помощью своей жизнедеятельности разлагают в почве, да, и эти же все культуры, они участвуют в переработке минеральных удобрений в усвояемую форму. Да, да, да. Так все известно. Вопрос в чем? Можно ли оценить, есть ли у вас, может быть, данные какие-то о динамике фитосанитарного состояния почвы за последние годы? То есть, опять же, с одной стороны, мы имеем увеличение урожайности, увеличение, да, количества пожилых остатков, которые остаются и потенциально могут быть источником заражения. С другой стороны, есть там все более и более мощные функции. С третьей стороны, многие применяют биопрепараты, пытаются оздоравливать почву. Какие-то сдвиги здесь мы сейчас можем наблюдать, или это точечные какие-то отдельные эксперименты, которые глобально не влияют на общую картируемость? Ну, у нас нет таких фундаментальных исследований, допустим, в динамике, да, о тенденциях тоже говорить. Понимаете, чтобы проследить какую-то тенденцию, нужно, вот если ежегодно, да, нужны одинаковые условия должны будут. Это влажность почвы, да, это температурный режим. То есть, мы делаем микробиологический и микологический анализ почв на протяжении уже трех лет. Это на одном из участков в Зерноградском районе. Мы там закладывали опыты, мы на одном поле вносили пять вариантов деструкторов микробиологических, да, пять препаратов с целью выявить, какой же, нет, к сожалению, у меня нет с собой материалов этих. Ну, это известная компания, которая производит микробиологические деструкторы стерни. Мы отслеживали наличие, мы обрабатывали почву вносили. Можете подробнее, как там технология была? Технология была, там, значит, после уборки ярового ячменя солома лежала наверху, ну, то есть, в извлеченном состоянии. Мы разделили поле условно на шесть участков, на шесть равных участков. На пяти участках внесли пять разных микробиологических препаратов по салонам, опрыскивателям, в ночное время, потому что микробиологические препараты от ультрафиолетового света, да, да, они разлагаются. И шестой участок оставили контрольный, без обработки. Мы внесли воду туда, для всех прочих равных условий, чистую воду, да. Мы заделали эту солому этой же ночью, когда закончился опрыскиватель, пришел трактор, и этой же ночью мы заделали эту солому дискаторами. То есть, это была глубина, там, была 10-12 сантиметров, да. Это классическая обработка почвы, то есть, они это поле готовили под следующую культуру, под подсолнечник. Было дискование, затем, следующим этапом, это было поздней осенью, это было чизелевание этого поля, ну, то есть, создание более глубокого слоя, рыхлого для накопления влаги и для корнеобитаемого слоя. Мы заделывали также в почву на всех участках кусочки льна, ткани льняной из чистого льна, есть методики. И также мы заделывали на каждом из участков в мешочках из такого мелко ячеистого капрона солому с поля собирали. То есть, мы хотели отследить на… да, 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 не просто по всему полю. И мы проводили микологический, микробиологический анализ каждого участка делали на наличие бактерий и грибов, да, и вредных, и полезных в том числе. На контрольном участке тоже были заложены растительные остатки и льняные отрезы ткани по методике были заложены. Мы в течение, вот этот год уже был третий, там было проведено осенью микробиологический и микологический анализ почв. Затем весной… нет, осенью при заделке, до внесения препарата был проведен анализ. Затем мы внесли препарат и весной, осенью отобрали, это дело было во время уборки, по-моему, числа, не помню, 25 июля, мы осенью, то есть перед уходом, так сказать, в зиму провели, и потом весной. Затем там был посеян весной подсолнечник. А обработка была одна, правильно? Одна была обработка. Затем весной был посеян подсолнечник. То есть мы в динамике пытались отследить. Затем был посеян подсолнечник. Подсолнечник тоже заделывался в почву. То есть мы отслеживали динамики как таковой, никакой не было, потому что разные… мы в одно и то же время, в течение трех лет, ну то есть в одни и те же сроки, допустим, в июле, там было в сентябре и весной, мы отбирали образцы, делали анализ, динамики там никакой, ни тенденции, ничего. То есть разная была влажность почвы в одну и ту же дату разных лет, разные были температурные условия. То есть это настолько тонкие моменты влияния микробиологических препаратов. Вывод какой? Вывод какой, что микробиологические препараты использовать как деструкторы нужно при идеальных условиях. Что значит? Идеальные условия – это температура и влажность почвы. Влажность почвы должна быть где-то порядка там не менее чем 60% от ее полной влагоемкости. Температурный режим должен быть не выше 35 градусов, но это не температура воздуха. При температуре воздуха 35 градусов почва имеет температуру 60 градусов, да. То есть чтобы иметь температуру почвы 35 градусов, нужно иметь температуру воздуха 20 градусов. То есть это настолько тонкие моменты. И итог каков был, что на контрольном участке, где мы ничего не вносили, там наличие местных популяций, назовем их так условно, как раз бактерий и грибов, было намного выше, чем на тех участках, где мы вносили искусственный, да. То есть существует такое научное мнение научного сообщества, что внесение чужеродных бактерий и грибов в почву, они выступают в почве в роли антагонистов. То есть подавление. Вот если вот вам знакомо виноделие, домашнее, да, с конечного продукта. При виноделии какие условия? Виноград, чтобы выбродил хорошо, на нем должно быть достаточное количество дрожжей на винограде и достаточное количество сахара. Это идеальные условия, при которых вино выбродит у вас, и получится конечный продукт, сухое вино. Это, ну, класс виноделия. Сделать дома портвейн из винограда, закрепить его спиртом, это любой двоечник сможет. Так вот, чтобы применить, чтобы, вернее, достичь окончательного брожения, я сейчас сравниваю почву и вино, нужно иметь превалирующую какую-то группу. Там дрожжей, здесь бактерий или грибов. И вот чтобы получилось хорошее вино, хорошее виноделы покупают дрожжи. Они настоящие, живые дрожжи есть. К сожалению, они не производятся в России. И заведомо сразу же закладывают в виноград дрожжи. Группа культуры этих дрожжевых, она убивает все натуральные дрожжи, которые находятся на винограде. Да. И позволяют полностью выбродить, достичь эффекта. Если по каким-то причинам на винограде не было достаточно дрожжей, то ничего не получится. То здесь как бы предупреждающий удар. Вот в почве получается то же самое. Чтобы достичь полных переработки растительных остатков, нужно быть уверенным и врезать микробиологическими препаратами. Но для этого нужны идеальные условия. Влажность, температура. Чтобы эти деструкторы сработали для эффективного разложения растительных остатков. В почве тоже достаточно своих микроорганизмов, которые тоже с этим справятся совершенно спокойно. Опять же, при тех же идеальных условиях, что у нас показало. То есть, если бы была влажность, температура, то тогда искусственно привнесенные группы культур действуют эффективнее. Но когда создается пониженная влажность, дефицит влаги в почве, то те культуры, которые находятся в почве, аборигенные, они действуют более эффективно, планомерно. То есть, вот такая вот динамика, если это можно назвать динамикой, конечно, с натяжкой. Ну, сколько я общался с производителями, с теми, кто работает, да, с теми удобрениями. Ну, однократная обработка все-таки мало что дает. Однократная обработка чего? Ну, стерни. Нет, ну подождите. После обработки нужно немедленно заделать растительные остатки. И все, то есть, тут от двух... Потому что они вносят их на поэгитацию, например. И они опять же остаются на живых растениях, потом уходят в солому, уходят в почву. Да нет, ну, это-то слишком трудоемко. И вносить культуру посредством внесения их на растения, чтобы потом... Да это, ну, абсурд. Вы же понимаете, я же вам говорил, что эти микробиологические препараты, они при ультрафиолетом светить намного теряют свою эффективность. Если мы обработаем растения микробиологическими препаратами, которые предназначены для деструкции, они же, ну, через двое суток, они законсервируются и будут на растениях. В спорах же как раз они... Да нет же, ну как? Не знаю, я общался с... Как в спорах? В спорах чего? На растениях? На растениях спор нет. В спорном состоянии сами биографации. Они переходят в спорное состояние. На растении? Да, они погибнут. Они погибнут. Ну, их смоют дождем, росой, ветром. Ну, нету такого способа. Это что-то, ну, непонятная технология. Только в почву. Понятно. На растительные остатки и в почву. Ну, тогда я не знаю. Вы так уверенно в этом говорите. Я буду поставить в полях. Да понятно, что... Тут же есть биология самих микроорганизмов, есть физиология растений. А что за микроорганизмы? Ну, ну... Бацилус субтилист. Ну, нет. Что вы видели? Что вы видели? Что бацилус субтилист стручками висел на посевах? Я знаю даже и хозяйство, где вносят... Нет, вы же говорите, что обрабатывают вегетирующие растения. Может быть, с другой целью обрабатывают. Бацилус субтилист, он выступает, у него фунгицидное действие. Он снимает... Он снимает часть заболеваний на растениях. Но при внесении его на растения он деструктором не выступает и не может выступить. Никоим образом. Да, у нас делают все, что угодно. Некоторые делают так, некоторые так. То есть, речь же идет о каких-то классических канонах. Мы же сейчас можем говорить о том, что прописано в учебниках с 60-70-х годов. И по сей день благополучно все это переписывается. Но есть же еще другая сторона. Те люди, которые реализуют часть препаратов, они же изначально так ревят душой и рассказывают такие сказки и байки сельхозтоваропроизводителя. Мы видели в том же Неклиновском районе в 2018 году, когда при жаре порядка 40, по-моему, градусов опрыскиватели ходили по полю и по соломе вносили микробиологические препараты. Мы спрашиваем у сельхозтоваропроизводителя, что вы делаете? Он говорит, я деструкторы вношу. А кто вам сказал? А мне вот приехали, сказали, и он ничего не боится. Ни солнца, ни мороза, ничего. Это такой, который за ночь даже наверху перегрызет все. Ну нет, нет же этого, не может этого быть. Все эти процессы должны проходить в почве, без солнечного света, при влаге, при комфортных условиях. Так же, как, опять же, неудачное может быть сравнение, а может удачное. Вино должно бродить при температуре не ниже 22 градусов. Да, так же и здесь. Я говорю, что... Мы можем создать условия. Конечно. Ну да, мы можем вентилятор на него теплый поставить. То же самое, это те же микроорганизмы. Их можно условно сравнить с дрожжами. В холодной воде на улице дрожжи бродить не будут, условно говоря. Или так же в сухой земле. Да хоть залейся туда его. Вот мнение Дудника Виталия Ивановича, глава КФХ из Азовского района. Вы спрашивали про биодихага. Он как раз с их препаратом в 4-й год. Я не буду, да, комментировать опыты какие-то в сельхозпредприятиях. Я же говорю, там много причин может быть объективных, может быть субъективных. Я говорю то, что прошло через наши руки. Ну это понятно. Да, поэтому мы не называем препараты. Хотя по некоторым препаратам содержание бацулис субтилис как раз же в почве, после применения препаратов снизилось по сравнению с контрольным участком. Но мы там, когда мы вносили эти препараты в зернограде, это был 2018 год, тогда как раз во время уборки прошли дожди хорошие. Почва там была влажная, да. А в остальном, ну, опровергать сейчас кого-то я не буду, потому что это дело неблагодарное. Никто, да, никто не достал, из почвы вам не достал соломы разложившейся, что почва пахла грибами, съедобными грибами. Идеальная почва должна пахнуть, у нее грибной запах почвенно, грибной должен быть, съедобных грибов. А почва ничем не пахнет наша, потому что она постоянно находится в сухом, высушенном состоянии, в состоянии законсервированном. В этих условиях, что вы посоветуете делать с растительными осадками, все-таки? Как Ольга Георгиевна сказала, по классике там, или какие-то еще? Да, ну, Ольга Георгиевна говорила о классических технологиях. Ну, заделка соломы, все-таки, давайте объективно смотреть на вещи и откровенно говорить. Частично нас заставили ее заделывать, да, в угоду каким-то событиям, каким-то знаковым мерам. Да, ни в коем образом, да. Хотя я проработал агрономом довольно большой срок. Я помню, это было много лет, когда солому сжигали. Но тогда не было никаких регламентов, регулирующих это все дело. И ничего страшного в этом не было. То есть, это было все нормально. С ностальгией многих стран. Ну, это не ностальгия. Это, может быть, были технологические операции в угоду тому времени. Это, да. Или они были сопряжены с наличием той или иной техники в то время. Ведь в то время из дискаторов был БДТ-7, легендарно знаменитый, который ломался день через каждый день. И настолько были ненадежны. Даже создавали специально ремонтные бригады, специализирующие на этих БДТ. Сейчас-то дискаторов немецких производителей, европейских, которые отрабатывают на каждый диск чуть ли не по тысячу гектаров вырабатывают. Потому что и металлы, и технологии другие. Сейчас мы делаем это в угоду комплексу каких-то событий. Это законы, не позволяющие. Это переход на другие технологии, на поверхностные обработки почвы. Это все-таки, спросить любого агронома, солома, оно никак не влияет на плодородие почв. Ну, это миф. А можно мне сказать? Это сказки, да. Потому что за последние два тура обследования, за 10 лет, вот мы сейчас анализируем, вот в 2020 году у нас закончится тур обследования. И за вот этот тур обследования, что я хочу сказать, у нас нет падения гумуса. Я не говорю, что у нас гумус повышается, но у нас нет падения гумуса. Это в отдельных районах или... Ну, общая тенденция по всей области. То есть у нас, мы фиксируем определенную стабилизацию этого показателя. Это тоже один из моментов. Потому что Григорий Григорьевич сказал, мы не видели последствий. Эти последствия и не увидишь сразу. Они видны позже. И мы их видели. Помните, 10 лет назад мы кричали, у нас падение гумуса. У нас катастрофа с гумусом. Мы кричали. А сейчас мы видим определенную стабилизацию. Я во всех отчетах пишу. Ну, это же не только от нанесения соломы. Это же комплекс. Минеральное удобрение. Минеральное питание только? Связываем со всем. И то, что не сжигаем, и то, что оставляем. И то, что больше применяем минеральные удобрения. Микроорганизмы же тоже питаются этими минеральными удобрениями. То есть интенсификации процессов почвообразования. Вот с чем это связано. И как раз таки это тенденция, которую нужно сохранить, а не, как бы, наоборот, не возвращаться. Мы видим положительные тенденции от того, что не сжигается стерня. Видим. Это не увеличение гумуса. Нет. Это общий, как бы, комплексный процесс, который свидетельствует об определенной стабилизации. Поэтому, вот, я бы, как рекоментировалась. Здесь нужно следовать всем классическим канонам. Прошла уборка, как сейчас. Измельчили солому по всем технологическим параметрам. Все хорошо. Если влажность почвы не соответствует и температура воздуха, ну, заделывайте солому в почву с компенсирующими дозами минеральных удобрений. И сколько так? Ну, конечно. Если у вас влажность почвы позволяет и температурный режим, ну, вносите деструктор и заделывайте. То есть, в сухую почву смысла нет заделывать. Тут нет каких-то догм таких, что вот именно это надо делать. Все агрономические службы должны ориентироваться по ситуации, по обстоятельствам. И, опять же, ну, есть разное мнение. В одном лагере, который реализует препараты, да, деструкторы, они говорят, только так и только эдак. То есть, компании, которые реализуют минеральные удобрения, они тоже заинтересованы в продвижении своего продукта, они тоже влияют на ум агрономических служб, на умы, на их мировоззрение. Они тоже говорят, что вот для компенсационных доз нужно сейчас вот удобрения вносить. Есть тому масса примеров. Я вот часто бываю в южных наших, Песчанокопский район, Сальский, Орловский, я вот объехал все районы. Там идет уборка массово, уже заканчивается в некоторых хозяйствах. Люди прекрасно понимают и живут реалиями. Они уже все убрали и заделали солому. То есть, никто там не вносил ни компенсирующих доз минеральных удобрений, ни тем более деструкторов. То есть, люди понимают, что запас у них НПК в почве достаточен. Они уже на протяжении последних, может быть, 5-7 лет уже применяют очень хорошие дозы минеральных удобрений. То есть, в почве питательных веществ достаточно, без всяких вот этих косвенных каких-то приемов воздействия на ту или иную, на разложение, допустим, соломы. То есть, и тут вот она классическая технология. То есть, не может быть одного чего-то. Давайте все делать так. Ведь известно, после действия минеральных удобрений, да, в почве, мы же знаем, что изнесенных минеральных удобрений… Не будет использоваться так интенсивно, если будет сухо. Понимаете? То же самое. Опять же, должны быть условия для того, чтобы использовался тот же самый азот. Ну, те же минеральные. Говорить о том, что мы это не будем, не нужно это выносить, мне кажется, тут тоже неправильно. Потому что, как только появятся условия, начнут работать микроорганизмы, тогда этот азот вы должны восполнить при посеве. Конечно. Или в предпосевную культивацию. Действительно, я за то, чтобы это была не догма, а довольно такая гибкая система, которая учитывается в погодные условия. И те же деструкторы, если действительно высокий урожай и большие объемы, их просто так тоже не заделать. Потому что они все равно технически сложно будет это все перемешать. Вот классическая технология, она где-то до 40 центнеров в гектарах, она работает. Если больше, тогда уже проблемы. А что делать? Ну, классический прием, это все-таки стащить эту соломку. Но это затраты. И пойдете ли вы на эти затраты или нет, это тоже ваше решение. А как делать, что если нет? Регулировать севооборотом, заделывать ее в почву. Тогда да, вы просто не выращиваете, пускаете это поле под яровые культуры. И тогда оно заделается. Но ни в коем случае не пускаете. С помощью оборота пласта, да? Азимную пшеницу. Тогда вы заделываете. Вот это решение в данном случае. Пласта пола пласта, потом на следующий год сеем. Ну, яровая культура потом пойдет, а потом пойдет азимная пшеница. То есть не на этом поле, где высокая урожайность у вас получена азимная пшеница, и у вас большие объемы пожневных остатков, вы меняете структуру севооборота. Если вы предполагали здесь опять азимную пшеницу по колоссовому предшественнику, азимая по азимой, то вам нужно вывести это поле, пустить его под яровую культуру. Вот это выход. Еще важный момент. Все-таки, если очень сухо, я немножко как бы не соглашусь с тем, что не нужно вносить компенсационные дозы, потому что все равно у нас выпадают осадки, все равно у нас снижаются температуры, и к севу у нас создаются условия, когда микроорганизмы могут работать. Ну, нужно те виды азота, да, которые не улетучиваются. И в этом случае можно использовать и деструкторы, но только позже. Они сработают, они будут работать дальше. Ну, точно так же, как вы вносите поверхностно, потом заделка. Под заделку почву. Под заделку. Но это уже изменение той вашей привычной технологии. Вы подстраиваются под климатические условия. Если у вас нет не такой большой объем соломы, если наступили благоприятные условия для того, чтобы заработали микроорганизмы, вы можете этот прием использовать. Потому что дальше, действительно, это позволит более интенсивно разложить пожневные остатки. И те элементы питания, которые закреплены в этих пожневных остатках, они уже будут работать на культуру. Не упираться, что именно в июне вы должны внести эти микробиологические препараты. Вы не говорили, я в знаках, а если кто вносит, повеснеет вас. Ну, вот вам выход. Вот вам выход. Вот.